Библейский портал экзегет.ру представляет Домом Саула, погибшего царя Израиля, у которого остались и некоторые родственники, и дети, и главное войско, хотя оно было разбито филистимленными, но не уничтожено полностью. А с другой стороны Давид, опять-таки, со своим войском, которое тоже, так скажем, окрепло в походах, которое имеет боевой опыт и не собирается просто так уступать дому Саула царский престол. Давид царствует в Иудее, только над одним коленом, сын Саула, но, кажется, не очень-не очень популярный, он, Ишбошит его зовут, он царствует якобы над всеми остальными племенами, но под ним как-то шатается престол. Вот давайте почитаем в третьей главе, она очень интересно описывает эти тонкости древней ближневосточной политики, а на самом деле, ну, и сегодня очень похожие вещи происходят. Война между домом Саула и домом Давида длилась долго. Давид делался все сильнее, а дом Саула все слабее. В Хевроне, это место, где Давид расположился, на территории Иудеи, у Давида родились сыновья. Первым был Амнон от Ахинуами, израильтянки, вторым был Килав от Эвегей, что была за навалом, скормила. Напомню, две жены Давида на данный момент, их будет больше, но пока вот эти две. Третьим Афшалом от Маахи, дочери Толма, вот еще одна, Гешурского царя четвертым, Адони от Хагиты, пятым Шифтея от Авитала, шестым и Троям от Эгла, жены Давида. Все они родились у Давида в Хевроне. Интересно, что истории остальных же он даже не рассказывается, но мы видим четко одну вещь, что Давид, пока он был беглецом, пока он был партизаном, он женился сначала на Авигей, потом еще Ахинаем взял. Но две жены ему вполне хватало, когда он стал царем, тут уже можно себе позволить, и он таки позволил, и не остановился на этом. Но это пока замечание на полях. Пока между домом Саула и домом Давида шла война, Авнер становился все влиятельнее в доме Сауловым, а это бывший начальник Саула, а теперь военный лидер Сауловой партии в гражданской войне. У Саула была наложница по имени Рицпа, а смотрите, наложницы это не просто красивые девушки, с которыми приятно время провести, я думаю, что таких было значительно больше, чем царские наложницы. Это то, что принадлежит царю, вот гарем, гарем султана, это его наложницы и жены, но одновременно это вот то самое, куда никто, кроме султана, зайти не может, его там рабов. И поэтому взять себе наложницу, это не просто, ну, с девушкой познакомиться, это сказать, я царь на самом деле, да, вот я такой же, как царь. Ижбошит упрекнул Авнера, зачем ты вошел к наложнице отца моего, то есть зачем ты взял себе, ну, пусть даже, может, это разовое событие было, царскую наложницу и тем самым провозгласил себя царем. Авнера разозлили слова Ижбошита, он ответил, что я собачья голова, к тому же иудейская. Прежде я хранил верность дома Саула, отца твоего и родни его и друзьям, я не выдал себя Давиду, а ты теперь обвиняешь меня за женщину, пусть так-то накажет Авнера Господь и так-то добавит, если не поступлю теперь так, как клялся Давиду Господь. От нему царство у дома Саулового утвержу, престол Давидов в Израиле и в Удии от Дана до Версавии. И тот не смог ничего ответить Авнеру, потому что боялся его. Вот смотрите, ситуация марионеточного царя, подлинный правитель, конечно, Авнер, генерал Авнер, который ведет за собой войско. Он сажает на престол сына Саула, но сын Саула даже ничего ему сказать не может. И эта ситуация, конечно, опасная. То есть, когда формальный царь на самом деле не царствует, а всем управляет другой человек, она очень нестабильная. Формальный царь чувствует себя униженным, военачальник чувствует себя, с одной стороны, всесильным, с другой стороны, он как бы должен делать вид, что еще над ним какой-то царь есть, ему это тоже не нравится. И в результате Авнер идет на сепаратный мир. Но смотрите, какая разная логика. Вот Давид, мы читали в первой главе, он оплакивает Саула, потом он посылает уже во второй, в Явэш, город, который поддерживал как раз партию Саула, гонцов со словами ободрения, благодарности за верность Саула. А Авнер ищет только свои политические выгоды. Вот можно мириться, потому что ты хочешь мира, а можно мириться, потому что ты хочешь выторговать себе кусок послащи. Авнер именно тот случай. Авнер послал гонцов к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему, чья это страна? Заключи союз со мной, вот тебе моя рука, чтобы привести к тебе весь Израиль. Ну, хорошее предложение, надо согласиться. Тот ответил, хорошо, я готов заключить с тобой союз, но поставлю тебе одно условие. Ты не увидишь моего лица, если не приведешь с собой Михаль, дочь Саула, когда отправишься ко мне. А Ишбошету, ну, то есть царю по версии Саула, да, версия Давида и версия дома Саула теперь есть. К Ишбошету Давид отправил гонцов с такими словами Адама и жену Михаль, который выкупил за обрезанную крайнюю плоть сотни ферестимлин. Что это за история? Я напомню, что первой женой Давида была как раз та самая Михаль, дочь Саула, и тот еще потребовал выкуп, очень странный свадебный обряд, требует в древности, чтобы жених заплатил за невесту. Крея обрезанная ферестимлин, ферестимлин не обрезанная, ну, то есть надо пойти убить много ферестимлин и доказать, что их убил. Ну, и зачем Давиду Михаль? Вообще она когда-то спасла его от гнева Саула, то есть, может быть, он по-прежнему чувствует расположение к этой женщине. Или он уже как царь думает, что это за безобразие, у меня есть жена, а вдруг она где-то там оказалась, ее отдали замуж второй раз за еще одного мужчину, который ничего не значит, никакую роль в этом повествовании не играет. Или это тоже знак царского достоинства, то есть Давид начал путь к царству с того, что, его, конечно, помазал Самуил, но вот в карьерной лестнице его был такой эпизод, как женить бы на царской дочери. И вот теперь надо все это восстановить. Так что, если Авнар торгуется, то и Давид торгуется. А Ишбошет, кажется, здесь вообще ничего не решает, ничего себе царь. И тогда Ишбошет послал за ней, чтобы забрать ее Палтиеля, сына Лаиша, но тот, за кого ее выдали после того, как Давид бежал от Саула. С ней отправился ее муж, он плакал на ходу, провожая ее до Бахурима, но там Авнар сказал ему, ступай, прочее, он ушел. Вот как простые люди оказываются в этой сложной политической борьбе абсолютно никому не интересны. Жил себе человек, Палтиель, сын Лаиша, не думал о том, чтобы жениться на царской дочке, но ему дали ее в жены, потому что ее муж бежал. Он, наверное, полюбил, к ней привык. И потом пришли и забрали точно так же, потому что муж вернулся. А его чувства никому не интересуют. Как, впрочем, и чувства Михали. Похоже, она тоже запомнила это. Там будет дальше эпизод, где она не лучшим образом себя повела по отношению к Давиду. Итак, мир заключается, мир, вот грязный мир, вот как ни крути, да, мир, который построен не просто на измене Авнера своему господину, но прежде всего на женской, вот, даже не сказать на женской любви, потому что женщин никто не спрашивает, даже не сказать на привязанности к женщинам, потому что этого нет. На крутизне мужчин, которые хотят обладать женщинами. Авнер хочет обладать наложницей Саула, Давид хочет получить назад дочь Саула, да, вот, наследство Саула делят разные люди. И женщины часть этого наследства, такой мир. Грязный мир, но мир лучше войны. Вот так обратился Авнер к царевичным израильским. «Прежде бывало, стремились вы к тому, чтобы царем над вами был Давид. Так теперь и сделайте, потому что Господь объявил Давиду. Рукой слуги моего Давида избавлю я Израиля от филистимлин и от всех его врагов». Говорил Авнера с вениамитянами, а потом отправился в Хеврон, чтобы рассказать Давиду, чего желают Израиль и все племя Вениамина. Авнер пришел к Давиду в Хеврон, а с ним 20 человек, и Давид устроил пир для Авнера и его людей. Ну вот, начинаются мирные переговоры об условиях, кто будет кем. Сложный и долгий процесс. Авнер сказал Давиду, давай я отправлюсь в путь и соберу господину моему царю весь Израиль. Они заключат с тобой договор, и будешь ты царствовать надо всем, над чем только пожелаешь. Давид отправил Авнера, тот ушел с миром. Когда из похода вернулся Йоафа, подчиненная ему войско, Йоаву рассказали, что к царю приходил Авнер, сынер, и тот отпустил его, и он ушел с миром. То есть, смотрите, Буденному рассказали, что Колчак приходил и ушел в Освоясе. Или наоборот. Это генералы, которые воюют друг с другом. Как же это может быть? Надо добить, надо уничтожить всех, надо перебить их до одного. Тогда Йоаф пришел к царю и спросил, что же ты делаешь? К тебе приходил Авнер, зачем ты отпустил его, дал ему уйти? Ты же знаешь, Авнера, сын Авнера, он приходил как обманщик, чтобы выведать все, что у тебя происходит, разузнать, что ты делаешь. Вот, но Давид это не ежбошит, который в руках своих генералов игрушка. Хотя, получается, что и здесь Давид его не останавливает. Не хочет или не может? Или понимает, что Йоаф все равно сделает по-своему? Вот эта фигура Йоаф тоже довольно интересная, и это может быть второй главный герой этой самой второй книги царей, потому что он постоянно на заднем фоне. И что интересно, он не переживет Давида надолго. То есть следующий царь Соломон совсем не захочет иметь с ним дело, но это отдельная история, сейчас к этому не будем возвращаться. Получается, это чуть ли не соправитель. Это человек, который в военном деле значит не меньше Давида, и который отчасти ведет собственную политику. Выйдя от Давида, Йоаф послал гонцов за Авнером, они вернули его от водосборника с Ирану. Давид не знал об этом. Когда Авнер вернулся в Хеврон, Йоаф отвел его вглубь ворот, якобы для тайного разговора, и там нанес смертельный удар в живот. Мстя за кровь Асахэла, своего брата. Когда об этом услышал Давид, он сказал, «Не повинна я и царство мое вовек пред Господом в крови Авнера, сына Нера. Допадет она на голову Йоава, его отеческого рода. Пусть никогда не остается его род без того, кто был бы болен истечением или проказой, кто хромал бы с посохом или погибал от меча, или голодал». Йоаф и брат его Авиша убили Авнера за то, что он умертвил их брата Асахэла в Гевонской битве. Но мы читали про то, что он не хотел, просто Асахэл за ним бежал, 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 бежал с мечом, пытался его убить, и он, в общем, самообороняясь его, убил, более того, предупредил, сказал, «Отстань от меня, иначе убью», и тот не отстал. Вот гражданская война, да, вот следы ее, даже после того, как она формально закончена, еще продолжаются, еще люди мстят за гибель своих родных и близких. «А Йоава и всем, кто был с ним, Давид велел, разорвите одежды ваши, облекитесь рубищей и рыдайте об Авнере». Вот еще одна особенность Давида. Он не добивает своих. Врагов он добивает, да, но своих, которые восстали, которые каким-то образом противостоят, он бережет. Вот, то есть он понимает, что он царь Израиля, а не одной какой-то партии, которая должна уничтожить остальные партии. Сам царь Давид шел за погребальными носилками. Авнера похоронили в Хевронии, зарыдал над его могилой царь, рыдал и весь народ. Вот снова смерть, да, как и смерть Саула, но уже смерть от руки своего. Такими словами оплакал царь Авнера. «Позорность смертью, Авнеру ли погибать? Не были связаны твои руки, не были в колодках твоей ноги. Ты пал, как падают от разбойничьего удара». И что же он наказал Йоава? Ну, сейчас узнаем. И весь народ присоединился к этому плачу по Авнеру. Народ предлагал Давиду вкусить пищи, пока не кончился день, но Давид произнес такую клятву. «Пусть так-то накажет меня Господь и так-то добавит, если до захода солнца я вкушу хлеба или чего-то другого». И весь народ узнал об этом, и было ему это приятно. Да, все, что делал царь, показалось народу правильным. «Весь народ понял в тот день, весь Израиль, что не по воле царя был убит Авнер Сеннер». Вот, Давид еще примиритель, при том, что он воин, и он много ведет сражений, и не щадит, как я уже сказал, врагов. Он ищет примирение внутри своего народа. Он не делит на врагов народа и его друзей, или как это сказать иначе. Он не пытается сделать так, чтобы выдавить и уничтожить всех, кто не за него, или всех, кто пользуется его положением ради своих целей. Как только что сделал Юав. «Царь сказал своим приближенным, «Разве не знаете вы, что великий и славный человек погиб сегодня в Израиле? Сегодня яхте помазан царе, но слаб, и не справится мне с этими людьми, сыновьями царуи. Пусть же покарает их Господь за такое злодеяние». И Юав будет оставаться при Давиде до конца его жизни. Вот интересная история. То есть, оказывается, Давид не был таким могучим, всесильным правителем. Он брал чем-то другим. Не политической своей волей, не обилием людей, готовых исполнить любой его приказ. Это скорее про других. У Давида есть какая-то другая черта, или даже набор черт. Одна из них как раз умение прощать, или, по крайней мере, умение не настаивать на месте здесь и сейчас, что как раз очень характерно для всех остальных, для Юава, в частности, который убивает того, кто когда-то убил его брата, хотя, казалось бы, там ситуация была не в пользу убитого. Он сам напросился, что называется. Но еще будет много эпизодов, которые связаны с вот этим окончательным переходом власти от наследников и сподвижников Саула к Давиду. Об этом четвертая глава.